Пожалуйста, скажите правду. Если бы вас пытали в Чечне, вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их в прихвостне? Тумзо, не все газыровцы-тиктокеры, например, Магомед Даудов с военным опытом, бывший баджаид, проводил операции с оружием в руках, не стоит недооценивать врага. Думаю, что Путин и Эрдоган пытаются разделить мир. Почему Путина считают террористом, а Эрдогана нет? Если силовой метод неприемлем, почему Эрдоган... Почему Эрдоган... Почему дружба с Путиным не осуждается? Нельзя назвать отношения Эрдогана с Путиным дружбой. Это абсолютно не дружба. Дружба была у Буша. С Путиным. Когда они вместе там на ранчо. Вот это вот дружба. Эрдоган является ключевым посредником в переговорах российско-украинских. Это очень важная роль. Если сегодня Турция сложит эти полномочия, скажет, все, мы не хотим, и моментально займут эту нишу другие. Это очень такая важная и ценная роль, которую хотят, имейте в виду, многие страны хотели бы быть сегодня на месте Турции и выступать посредниками. Это очень ключевая роль. Благодаря Турции сегодня решаются многие вопросы продовольственного кризиса, каких-то иных тем. Поэтому это не дружба. Почему Путина называют, Эрдоган не называют? Потому что Эрдоган не нападал ни на какие страны. Турция, как вы знаете, другие страны оккупировать не пытается. Вообще она проводит такую, именно в международном смысле, такую очень грамотную и значимую политику. И нельзя не отметить, что Турция при Эрдогане стала вообще другой Турцией. В международном плане ее весовая категория очень сильно взлетела. Она сейчас находится в топе таких мировых государств, с которыми нужно считаться, как минимум, в регионе. Чьи интересы нужно учитывать при любых вопросах сирийских. Сегодня нужно говорить с Турцией, потому что Турция имеет там свои интересы. Это очень серьезным государством стала Турция. В том числе, не идеализирует Эрдоган. Да я и не идеализирую. Турция со своей имперской позицией не отличается от России. Также мучают курдов. Везде все одинаково. Большой пытается асимилировать маленького, выставить террористом. Я Эрдогана не идеализирую. К нему могут быть претензии, и у меня они тоже как бы есть. Но надо просто отдавать должное. То, что он является посредником, это хорошо. Если не он, то будет другой. По-любому кто-то должен посредничать. Иначе это тупик. И вот чтобы такие вопросы решались, как, например, вывоз украинского зерна, для этого нужен посредник. И Турция в данном случае это очень серьезный игрок. Тем более, что находится в этом регионе. Тем более, что Босфор с Дарданеллой, они под контролем Турции. То есть это во всех отношениях, это очень как бы логически понятно, что именно Турция сегодня является вот этим вот ключевым игроком в этих событиях. Эмми Гер. Некоторые мои знакомые, которые еще вчера скептически относились ко всей истории Ичкерии и ее становления, сегодня жаждут ее возвращения. Ожилая маршу. Пожалуйста, скажите правду. Если бы вас пытали в Чечне, вы бы под пытками или страхом быть убитым совершали бы те же преступления, которые совершают их прихвостни? Александр Финский. Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это только когда тебя постигает подобное, только там ты можешь узнать, какой у тебя болевой порог, насколько ты в состоянии выдержать эти испытания, на что ты готов пойти, чтобы не испытывать эти боли, эти пытки. Поэтому я этого не знаю. Я не буду здесь зарекаться, какие-то там вещи говорить или обещать. Никто не знает. Только я никому не желаю оказаться в этой ситуации, испытанным подобным образом. Меня, к счастью, не пытали. Даже когда я был похищен, пытка меня подвергнут не была. Поэтому Аллах меня миловал. Быть может, потому что я, может, не в состоянии выдержать эти пытки. Понимаете? Аллах ведь не посылает тех испытаний, человеку, которые он не в состоянии выдержать. И, может быть, Аллах не послал мне вот эти испытания, не позволил им меня пытать, потому что я бы их не выдержал. Может быть, поэтому. Не знаю. Тумзо, здравствуй. Нынешний Делимханов отличается от Делимханова нулевых. Тебе так не кажется? В нулевых он внушал образ головореза сейчас тиктокера. Да нет, я не вижу особой разницы. Что тогда был кол колом? Что сейчас кол колом? Тумзо, не все газыровцы тиктокеры. Например, Магомед Давудов с военным опытом, бывший младжает, проводил операции с оружием в руках. Не стоит недооценивать врага. Ну, это он сам о себе, наверное, так рассуждает, что он младжает. Если ты его спросишь, он где только не был. Но по факту нету ни одного свидетельства, чтобы он реально где-то воевал с оружием в руках. Да, он действительно какую-то помощь вначале оказывал, возможно, продуктами или еще как-то. Но вот чтобы сказать, что какая-то военная операция, что он участник, ничего подобного мы не знаем. Поэтому в большинстве... Это не значит, что там таких нет. Там есть, среди них есть, но на каких-то высоких позициях я таких не знаю. А вот все вот эти тиктокеры сегодняшние, это люди, которые сами о себе говорят, потому что никто больше о них не говорит. У них нет реального какого-то опыта. Томсо, насчет нашего будущего президента... Она говорит, что берет свидетелей, вот эти две с лишним тысячи зрителей и отдает свой голос за меня, как за президента. Баракаллаху вики. Все, на этом мы тогда завершаем наш эфир. Увидимся с вами, инша Аллах, в четверг в это же время. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу мирову. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракаха. Субтитры подогнал Игорь Негода.